Дмитрий Карпачёв Является ли разница в возрасте помехой семейному счастью? Сегодня мы попробуем разобраться в этом вопросе. Как правильно выстраивать отношения в неравном браке? Сегодня вы узнаете, действительно ли его года твоё богатство. С какими проблемами сталкиваются молодые женщины, выбирающие мужчин постарше? Мы не только обсуждаем семейные проблемы, но и ищем пути их решения. А разобраться во всём этом нам помогут наши эксперты. Наталья Холоденко – семейный психолог. Николай Бойко – сексолог. Влада Евсеева – бизнес-леди. Михаил Присяжнюк – юрист. И народная артистка Клара Борисовна Новикова. Юных девушек часто привлекают взрослые мужчины. Они заботливы, надёжны и опытны. Но вот что происходит, когда такой роман заканчивается свадьбой. Давайте вспомним, с какой проблемой к нам на проект обратилась семья Федерякиных. Город Днепропетровск. Здесь живёт молодая семья Федерякиных. Какое ты видишь наше будущее? Я сижу с кастрюлями, с этими, блин, чайниками, котлеты, пирожки тебе тут готовлю. Да тумба вот такая вот. Никуда не хожу, каблуки не одеваю. Такая вся в морщинах. Не накрашенная, потому что тебе не нравится, когда я крашусь. Корни вот такие отросшие, о, вот и огонь, тёлка, да? Валерия, 21 год, парикмахер. Лера, ты приходишь с работы, ложись, покушала или пошла лягла? Дмитрию 37. Он занимается ремонтом квартиры. Ты хороший, я плохой. Нет, Дим, мы просто, наверное, друг другу не подходим. Ты меня достал в прямом, приносном смысле. Пара познакомилась 4 года назад. Тогда Дмитрий думал, что разница в возрасте 15 лет не станет помехой семейному счастью. Конечно, лучше посидеть и ничего не делать. Мы-то говорили, сейчас покушаем, идём ребёнка гулять. Забыли все, я напомнил. Так напомни, блин, ты начинаешь вечно. Лера, блин. Я сейчас, садя, что-то поломаю. Лера не додолбала меня уже просто своим, ну, как на биение, блин. Заведи себе бабу какую-то 50-летнюю, она будет тебе картошку готовить, жареную. Сутками, б***ь, будут шкрипты. Я считаю, что есть проблемы в возрасте. И наше вообще понимание жизни, мы вообще разные. Домашние дела и воспитание двухлетнего сына Филиппа Лере не по душе. Поэтому всем этим занимается мама Валерии Тамара Васильевна, в квартире которой живёт семья. Ласки, закрой. Ты живёшь в чужой квартире. Спокойно себе тут живёшь, прекрасно чувствуешь, что у тебя нет никаких проблем. Чего ты ещё тут каперцаешься, ты понимаешь? Ещё тут возбухаешь. Как можно вообще жить с таким человеком? Я наоборот думала, что разница в возрасте. Значит, наконец-то Лере попался мужчиной, который будет вести её по жизни, направлять. Но, видимо, какого-то стержня у Димы не хватило, чтобы быть ведущим. Дмитрий надеялся, что сможет перевоспитать молодую жену. Я его просил, посиди с ребёнком, я помою ванну. Значит, ты идёшь курить, ребёнок пришёл до меня. Значит, я буду с ребёнком, и ты помоешь ванну. Если не можешь, посиди с ребёнком пять минут. Покуришь, пойдёшь, помоешь ванну. Жена аж приготовила вообще. Дима, если ты меня будешь упрекать, я вообще делать ничего не буду. Да не делай ничего, не надо мне ныть постоянно, надоело целый день уже, блядь. Я охуевший, блядь, когда-то рот у неё закроется, блядь, вонять и вонять. Пытался сделать с Лерой того человека, которого я хочу. Просто нудотик, тошнотик. Ты ходишь, бугнишь, как баба. Тебе всё не так, всё не так. Бутылочки в ванной нужны по росту стоять. Мочалочка должна так лежать, и всё не так. И села не так, и встала не так. Но больше всего Дмитрия злит то, что Лера часто ходит по ночным клубам. У меня сырочки, блядь, и в них, и в них. И возвращается домой под утро в нетрезвом состоянии. Никогда нету сил ни на что. А на пухать есть у нас сила. Ну что я должен был пушать сегодня прийти? Дима, мне 21 год. Я могу выйти хоть куда-нибудь? Могу или нет? На хуй какой-нибудь или что? Тебе нужен Вася какой-то, да? Да хоть Гена. Я не люблю с Димой гулять, потому что Дима постоянно говорит, Лера, не пей, ты прошла не так. На тебя какой-то мужчина посмотрел. Почему трубку не бралась, когда я тебе звонила? Потому что я набухалась до такой степени, что меня вырубило в 9 часов. Я уснула. В час я проснулась, смотрю, куча пропущенных звонков. Чтобы жена стала проводить больше времени дома, а не на вечеринках, Дмитрий придумал способ, как её остановить. Полезанно. А вот эти он терпеть не мог. Ходишь сам же, ну, мы вместе же покупали. А второй выше, чтобы не сремонтировали. Понимаете? А что тебе это сделал? Потому что я тебе это покупал, и ты ходишь в этом до кого-то. Красуйся в этом. Дима, если кто-то будет, то он мне купит и это, и это. После очередного возвращения пьяной жены домой, муж не сдержался и поднял руку на жену. Ты меня как х***нул, чтобы я другую сторону развернула. Лера, ни х***ю себе х***нула. Дима, говори честно. Я не сдержалась бы. Честно говоря. Была подчёчина. Не было с таким разлом. Дима, вот такой х***ю ты мне дал. Вот это и штука. Ну, ещё, наверное, минут пять за волосами я таскал, так накрутил. У меня длинные волосы были. У меня же глаза, наверное, просто так вот поднялись. Почему я должна жить с тобой и мучиться? Такой, как ты, мне не нужен муж. Валерия подала на развод. Всё, реведерыч, давай. Я ухожу с этого дома, иду до родителей, потому что куда можно идти? Только до родителей. Страшно, что 37 лет, некуда идти. Нету жилья. Надо задуматься ему. Мама говорила, мудрая женщина так не поступает выгнать мужа, когда есть ещё маленький ребёнок. Из-за обиды и злости на Леру Дмитрий решил отсудить у жены часть общего имущества. Дима, мама и Дима подают на меня в суд, чтобы я им выплатила 17,5 тысяч за диван, кондиционер и два шкафа. Родители подали в суд, и то, что я переополнила машину. Что значит родители подали в суд? А ты бедная овца, третье лицо. Дима, я сейчас позвоню адвокату, он принесёт такую папку документов, что вы на меня писали. Там твоя фамилия, подпись, всё как положено. Что же наши родители писали, я не понимаю. Вы рассчитывали, что я лохушка, проехаться можно, 18 штук вам вот так вот выплачу. Вот такой балабас вам. Понятно? Я был злой. Я хотел наказать. Всё это мы заберём. Кому ты надо больше? С ребёнком. Никому ты не нужна больше. Когда Дима ушёл, у нас была общая машина. Моя мама давала деньги, и Дима на маму давала деньги. Я нашу общую машину переписал на маму. Человек работал всю жизнь, чтобы дать своей дочери что-то. Она собирала эти деньги. Не доедала, может. А ты взял и себе забрал. И ты хочешь, чтобы я сейчас с тобой жила? На протяжении 9 месяцев я выжидал время. Я добивался её. Мне было тяжело психически, потому что я чувствовала потребность у Димы, поддержку. Не знала, что делать. Ребёнку нужен отец. Спустя 9 месяцев Дмитрий уговорил Валерию вернуться. Пара стала жить в гражданском браке, но проблемы в отношениях остались прежними. Ты задалбаешь меня. Я не могу дышать спокойно. Да, Дима? Я проститутка домашняя. Хорошо. Которую ебан в мозг только. Придурок. Найди себе дрышпака и живи с дрышпаком, значит. Всё. Злость, обида и всё, вот это то, что произошло за последний год, мне вообще для него ничего не хочется делать. Он хочет сейчас угодить, да? И меня это, соответственно, раздражает, если он мне что-то начинает именно подлизываться. То есть он не знает, как эти раны залезать. У нас не у меня сердце будет? А? Не у меня сердце будет? Да, сейчас. Ну, Дим, ну что ты делаешь? Что я делаю? Ну, не трогай меня. А что тебя не трогать? Ну, не трогай, я сказала. Дай поддержаться за запопку. Дай обнять тебя. Что ты не дотрога, девственница? Отстань, ну, Дим, ну, пожалуйста. Ну, дай зайду, я устала. Я не видел целый день. Ну, дай обнять. Ну, обнимешь поток. Когда? Когда ты будешь спать в потолке? У нас нет нормальных, нежных отношений. За последний месяц у нас был секс два раза. Когда я женился на Лере, я думал, что человек 20-20 лет, и я думал, что в плане секса у нас проблем никаких не будет. Дима, даже ты не можешь ее зацеловать в вероятные зоны, так, чтобы она сама на тебя приедет. Я вот удивляюсь. Так она убегает, товарищ Васильевна. Не знаю, все зависит от мужчины. Ну, не живите вместе, если вы не можете. Вы не выносите друг друга, вы несовместимы, но не живите. Ты нашел другую девушку, ты встречался с кем-нибудь. Дай бог, чтобы он нашел, понимаешь? Хотя мы тебе говорили, что... Давай, может, мы сами найдем и проблемы не будет. Ну, ты же Кристина там. Кристина не хочет, а он сказал, что ну, ну, блин. И сейчас он говорит, я тебя люблю, я хочу жить с тобой. Да, я хочу жить с ним. Ну, любим друг друга просто. Ну, если такое будет отношение, то я с ним чисто... Ну, я не смогу с ним жить. Что будет дальше? Она мне сама говорила, я не смогу без тебя. Дмитрий не знает, как вернуть любовь и доверие жены, но готов пойти на все, чтобы сохранить свою семью. А для чего жить? О том, смогла ли эта семья измениться, и стала ли жена уважать интересы мужа, я предлагаю сейчас узнать у нашей героини. Встречайте, у нас в студии Валерия Федерякина. Здравствуйте, Валерия, прошу, присаживайтесь. Рассказывайте, как живете? Я осталась одна, и мне очень комфортно было. Вот знаете, вот как будто что-то такое, когда грязь, мусор выносишь с дома, ну, может, я грубо это говорю, но так оно и есть. Легко, просто дышать. Именно аж такое, ну, вот, я не могу вам передать такое ощущение. Очень хорошо. То есть из-за того, что вы не живете вместе, вам стало легче? Ну, как бы, да, я дышу, просто живу, дышу. А когда мы вместе, все, я, это не я, мне не хочется ничего делать. А скажите, вот почему вы отца вашего ребенка, вот, сравниваете, там, ну, с мусором, который вынесли? Ну, это я так грубо сказала. Ну, да, ну, вы же так, наверное, думаете. Ну, как, ну, нет, я не могу сказать, что он мусор. Просто, ну, мы не подходим друг другу, наверное. Смотрите, Валерия, в любых отношениях, даже в отношениях после расставания, важна открытость и честность. Мне кажется, что вот метафора, которую вы употребили, она вот отражает ваше отношение к происходящему. А сейчас, когда я обращаю на это ваше внимание, вы просто стараетесь так дипломатично все сгладить. Ну, конечно, у меня воспоминания очень негативные по отношению к нему. Ну, очень. Единственное, вот, когда у меня спрашивают люди, почему, что хорошего в нем. Это он хороший работник, он делает чудесные ремонты. И иногда бывает воспитанным дверьку откроет в автомобиль. Все. Валерия, а если я у вас спрошу о том, что хорошего в вас? Что же вам такое сказать? Ну, чем хороши вы? Она скажет, что она женщина, и этого достаточно. Я симпатичная, я добрая. Иногда тоже ласковая. Стараюсь быть хозяйкой хорошей. Вот когда его нет, я отличная. Симпатичная, добрая и ласковая. Да, я девушка. А вот интересно, у вас есть какие-то минусы? Ну, есть, конечно, и причем, наверное, достаточно. Можете их назвать? Я не могу сдерживать себя. Но, опять же, благодаря вашей программе, это у меня, я контролирую себя. То есть меня уже не подкидывает, как раньше. Хорошо. Ну, а все-таки, возвращаясь к вашим недостаткам. А то мы начали говорить о ваших недостатках, а вы все равно в это достоинство. Нет. Нет недостатков? Не, ну есть, я просто не могу сейчас подобрать. Я почему спрашиваю об этом? Потому что, вот, глядя на своего мужа, вы видите в нем массу недостатков. Он ужасный. Всего лишь два достоинства. Хорошо делает ремонты, но вам от этого, в общем-то, не холодно, не жарко. И дверь иногда открывает в автомобиль. Что, в общем-то, тоже не очень значимый фактор. Иногда воспитанный бывает. А все остальное его недостатки. Какие у вас недостатки? Да я и скажу, давайте. Давайте я скажу, какие у него недостатки. Давайте. Эгоистка, любящая себя, не хочет делить свою территорию ни с кем. А выбирала же сама этого человека в мужья. Да. Не то, что мама стояла и его говорит, с***ка, возьми его себе в мужья. Нет? В чем эгоизм проявляется? Мне кажется, гармонии нет там. В чем эгоизм? Каждый человек любит себя. Она хочет гулять, она хочет танцевать. Оставайтесь с нами, и вы увидите. Опаздывание домой, в алкогольном состоянии, и нету объяснений. Когда это было в последний раз? Я почувствовал тогда измену. На основании непроверенных фактов? Это была месть. Это просто кошмар. Лера! Расскажем. Оставайтесь на канале СТБ. СТБ. ПОДПИСМЕНТОРЫ ПОДПИСМЕНТОРЫ Расскажем. Продолжение следует...